Ассоциация Форца Фермиерилор выступила с очередным заявлением, адресованным властям. В профильной организации возмущены тем, что утвержденные месяц назад поправки к закону о программе возмещения НДС для сельскохозяйственных производителей все еще не работают. Форца Фермиерилор требует немедленно внедрить в положение этого закона, а также отменить или, по крайней мере, удвоить потолок возмещения НДС. Государственная налоговая служба утверждает, что Министерством финансов разработан проект приказа, включающего в себя ряд изменений для приведения в соответствии положения регламента возврата НДС с требованиями закона. Проект регламента находится на этапе публичных консультаций и будет утвержден предположительно в течение следующей недели. Сельхозпроизводители опять бьют тревогу. Принятый 28 декабря закон о продлении программы возмещения НДС аграрием еще на один год пока так и не начал действовать. К сожалению, спустя месяц после принятия этого закона он все еще не работает. Фермерам отказывают возмещение НДС, ссылаясь на то, что Министерство финансов не внесло изменения в свой внутренний регламент, в котором, по сути, нужно изменить только две цифры. Это издевательство, говорится в распространенном заявлении. Как отмечается в документе, этот закон, который предусматривает возмещение задолженности государства по НДС перед сельхозпроизводителями, очень важен в ситуации, когда капитал мелких и средних фермеров сильно сократился, а другой поддержки со стороны властей нет. Другая проблема в этом законе связана с потолком возмещения, который не позволяет возмещать фермерам суммы НДС больше, чем было на 1 февраля 2023 года. Первоначально этот потолок был установлен на один год программы возмещения. Многие фермеры достигли потолка в предыдущий период и теперь не могут получить возмещение, даже если у них есть внушительные суммы НДС, которые им задолжало государство. Очевидно, что на второй год действия программы необходимо либо ликвидировать потолок, либо увеличить его вдвое, говорится в заявлении Форца Фермиерелор. Принимая во внимание плачевное финансовое положение тысяч мелких и средних фермеров, Ассоциация Форца Фермиерелор требует немедленной реализации закона о программе возмещения НДС сельхозпроизводителям, а также отмены или, по крайней мере, удвоения потолка возмещения НДС, чтобы больше фермеров могли им воспользоваться, говорится в пресс-релизе Ассоциации. В пресс-службе Минсельхоза нам заявили, что данный вопрос находится в ведении Министерства финансов. В Минфине пока не ответили на отправленный запрос. С уточнениями по данному поводу выступила Государственная налоговая служба. Там проинформировали, что законом от 28 декабря прошлого года был продлен период, в течение которого аграрии смогут воспользоваться правом на возврат НДС за налоговый период с апреля 2022 года по июнь 2024. В связи с этим Министерство финансов разработало проект приказа, который содержит ряд изменений для приведения в соответствие регламента о возврате НДС и положениями указанного закона. В настоящее время проект регламента находится на этапе публичных консультаций и, предположительно, он будет принят в течение следующей недели. Также Государственная налоговая инспекция подтверждает, что принимает заявки, поданные плательщиками налогов, и сотрудники инспекции приложат все усилия для осуществления возврата НДС в установленные сроки. Напомним, 28 декабря парламент продлил срок возврата НДС для сельхозпроизводителей еще на один год. Возмещение предусмотрено также для сельскохозяйственных производителей, понесших убытки в результате эмбарго, введенного Российской Федерации на импорт сельхозпродукции из Республики Молдова. В пояснительной записке к проекту автор законодательной инициативы депутат Александр Трубко, председатель комиссии по сельскому хозяйству, отметил, что в 2023 сельскохозяйственном году произошел существенный рост затрат на производство, а падение цен на зерновые основной группы повлияло на платежеспособность сельхозпроизводителей при подготовке к новому сельскохозяйственному сезону. Предполагается, что возвратом НДС воспользуются около 700 экономических агентов агросектора, а выплаты из бюджета составят около 285 миллионов леев.